Итак, пошаговый алгоритм. Что нужно делать? Вы решили пригласить человека. У вас есть кандидат, вы знаете, какую ценность получат от нашего тренинг-центра. Вы сами пошли там уроки. Я очень рекомендую с этого именно начать, прежде чем приглашать. Прежде чем приглашать, пожалуйста, пройдите уроки открытой части самостоятельно. Далее. Вы кидаете человеку ролик «Как правильно зарегистрироваться». Этот ролик в связи с изменениями в структуре тренинг-центра, что теперь вы приглашаете под себя, я этот ролик запишу, чтобы вы словами людям ничего не объясняли. То есть вы ему кинули ролик и отправили ему свой номер лично ваш. Ну, скорее всего, он этот номер должен знать. Далее. Вы кидаете этому человеку свою, подчеркиваю, свою реферальную ссылку, которую берете партнерка «Статистика» на своем личном кабинете. Человек регистрируется под вас. В конце ролика «Как правильно зарегистрироваться» я там напишу, что ему нужно сделать. А сделать ему нужно будет следующее. После того, как он зарегистрировался и у него открыл свой личный кабинет, человек заполняет профиль, личные данные, и ждет подтверждения с вашей стороны разрешения начать пользоваться вашим личным кабинетом. Еще раз повторюсь, что вообще-то человека можно приглашать не по ссылке, а самому руками его добавить. Тоже будет отдельный ролик. Возможно, для кого-то это будет проще. Как только человек получит подтверждение при регистрации по ссылке, либо он сразу его получает, если его руками добавили. Что делает человек? Человек подключает курсы. То есть проходит раздел обучения, выбирает курсы спонсоров и подключает все курсы, которые подключаются без пароля. Их на данный момент пять. То есть они первые. Так как в нашем тренинг-центре курсы пополняются, к большому счету есть три курса, два курса, которые обязательны. Это первый курс, курс, который называется «Как пользоваться тренинг-центром». И уроки этого курса нужно пройти обязательно. Для чего? Для того, чтобы ваш человек, которого вы пригласили, не тратил ваше время. Как пользоваться тренинг-центром? Тут шесть уроков. Я постараюсь эти уроки еще дополнить, чтобы человек, попавший в этот урок, в этот курс, у него уже было четкое понимание, что, как, где жать, для чего жать, чтобы не было вопросов. Как писать домашние задания, как отвечать на них. То есть здесь нужно сделать максимально понятно и подробно. Поэтому я очень прошу вас давать мне обратную связь, чтобы мы сделали этот курс максимально подробным и ясным, чтобы все вот эти вопросы, что мне делать дальше, чтобы они больше не возникали. Я, к сожалению, смотрю со своей стороны, вы смотрите с других сторон, поэтому нам нужно сделать так, чтобы всем было понятно. Поэтому жду вашу обратную связь. Это обязательный курс. И, конечно, обязательный курс – это курс, который называется «Как построить структуру Вивасан через интернет. Базовый уровень, часть 1». Эти курсы лежат в открытой части. Время, которое ваш человек будет тратить на их прохождение, то есть ничем не лимитируется. Конечно, если вы просто подписали человека, он подписался в тренинг-центр, и вы о нём забыли, он может просто залипнуть, забыть, что-то у него не получится, он не может у вас спросить. Поэтому ваша, конечно, задача – держать этого человека на связи. То есть писать ему, спрашивать, приглашать его на наши встречи в 10 часов по субботам, чтобы человек был как бы в тонусе всегда. Курсы, которые называются «Полезные инструменты», курсы, которые называются «Компьютерная грамотность», это по большому счёту рекомендательные курсы. Но компьютерная грамотность для тех, кто, правда, не очень ориентируется в компьютере. Поэтому, возможно, после того, как он пройдёт курс «Как пользоваться тренинг-центром», ему нужно вот этот курс «Компьютерную грамотность» изучить. Чтобы, опять же, для чего это сделано? Чтобы вам сэкономить время, как пригласившему человеку, чтобы не вам эти вопросы задавали, чтобы человек изучил их и понял, как всё делать. Ваша задача – просто знать, какие у нас уроки есть, и если вам кто-то задаёт вопрос, «А как мне вот это сделать?» Вы ему говорите, «Курс «Компьютерная грамотность» урок номер 3. Посмотри, пожалуйста. Всё, потратить своё время, а не трать, пожалуйста, моё». Многие считают, что лучше задать какой-то вопрос, да, пусть мне всё расскажут. А посмотреть ролик и сделать домашнее задание, времени на это не хватает. Это неправильный подход. Значит, полезные инструменты. Здесь, конечно, классные вещи есть, но если вы не ориентируетесь ещё в компьютерах, то есть тяжело вам всё, возможно, вот сюда вам и не стоит лезть, потому что здесь уже такие инструменты, которые переводят вашу работу на качественно другой уровень. Вот, ну, записи наших мастер-групп, наших встреч, я их постараюсь обрабатывать, видите, тайминг там пишу, ну, чтобы, опять же, вы меньше тратили своего времени. То есть это, конечно, тоже рекомендуется к просмотру. Теперь, вот этот вот курс, который сейчас на данный момент состоит уже из двух полноценных уроков, одного урока «Введение», который рассказывает, что, как, для чего. В этом курсе ещё будут, ну, минимум, два урока. То есть один урок, как вот именно технически размещать посты, как создавать первую активность, ну, я не могу сказать, что это продвижение, ну, да, наверное, это и есть продвижение, потому что вы будете привлекать внимание к своему профилю. То есть как технически создавать посты, оформлять свои профили технически, вот будет отдельный урок, тоже он будет не из одного ролика, то есть там будет несколько роликов. И будет последний финальный урок. Вот в этом последнем финальном уроке, в этом курсе я планирую записать понятный ролик, я очень надеюсь, что мы с Ольгой Васильевной все это вместе посидим, порадумаем, что в этом будут ролики, этот ролик будет отвечать на вопрос, а как мне попасть в закрытую часть, опять же, чтобы этот вопрос не задавали вам, то есть человек прошел все уроки, там 5 или 4 урок, как попасть в закрытую часть и все будет рассказано, то есть идея этого центра, чтобы облегчить работу вам, чтобы этот тренинг-центр все, большую часть работы делал в полном автомате, но чтобы все это реализовать, требуется, конечно, время и, конечно, требуется обратная связь, поэтому я вас очень прошу, что непонятно пишите. К сожалению, извините, пожалуйста, ради бога, я еще не смог записать ни одного урока вот в эту вот закрытую часть, поэтому даже кто подключится, вы можете увидеть, что уроков тут ноль, два человека уже подключилось, подавно, честно говоря, не обижайтесь, все-таки мне хочется доделать то, что я начал, то есть не люблю врывать на части, вот доделаю открытую часть, я планирую сделать это максимально быстро, вот, и начну работать вот с закрытой частью, то есть здесь будет много полезного, надеюсь, но об этом я уже говорил, не хочу тратить ваше время повторяться. Вот такая идея, ну и так как мы сегодня говорили об автоматизации, те, кто посмотрел первый урок из основного курса, где я показываю схему привлечения классическую, вы, если вы этот урок посмотрели, вы поймете, что вот эта классическая схема, это, в принципе, та же самая автоматическая, то есть вообще-то эта автоматика появилась не раньше этой классики, то есть вот эта вот ручная схема, в которой лид-магнитом, как правильно сказал Игорь Васильевич, являетесь вы, а в интернете это ваша страничка, понимаете, вот вы лид-магнит и ваше предложение, на которое вы людей зовете, вот ваш первый продающий пост, если уж правильно говорить, а дальше вся эта цепочка в автоматической схеме, она реализуется с помощью сервисов, с помощью писем, с помощью чат-ботов, а мы эту цепочку просто руками будем реализовывать, мы будем общаться, либо писать, кому как удобно, то есть вот все, поверьте, ну ничего нового нет, то есть тут ничего не придумаешь, то есть просто одно вытекает из другого, из третьего и так далее, поэтому не надо думать, что все эти автоматизации, что-то новое, ой, какого ничего не было, вот есть классика, ручная работа, почему мы начали именно с простого, потому что вот эта вот ручная работа, оформить страничку, ваше предложение, ну реально может сделать каждый, переписываться с человеком, тоже может сделать каждый, и если вы это все проделаете руками, то потом вот весь ваш опыт перенести на какого-то бота, либо на какой-то сервис, вам будет проще, потому что вы уже знаете, что говорить людям, как с ними общаться, у вас, вы все это проделали ручками, проблем никаких реально не будет, все, наверное, у меня все, был очень рад, что вы пришли, я уверен, что все эти непонятные проблемы с вирусом, все мы будем живы, здоровы, это сто процентов. Я хотела картинку нарисовать, но, во-первых, первую картинку все-таки о том, что волнует абсолютно всех про коронавирус, поменьше говорить вообще это слово, я вот не знаю, чем его заменить, может быть, не знаю даже чем, может быть вообще лапочка какая-нибудь сказать, или там вот такая вот штучка, которая очистила наше пространство, поменьше говорить. И больше рисовать себе картины, помните, аффирмация, молитва это аффирмация, аффирмация это молитва, рисовать себе какие-то картинки, придумать себе аффирмацию, что мы все здоровы и прочее, прочее, прочее. Тут много чего можно такого придумать интересного, но главное хорошие картины. А я хочу нарисовать вам картинку вот этих ботов, зачем они нужны, почему они так хороши. Ну, например, представьте себе, сидите вы в своем красивом кабинете, как оно, собственно говоря, вот сейчас вы и каждый из нас сидит, и ждете, когда же вам, у вас несколько сотрудников, это боты они называются, эти сотрудники отбирают для вас тех людей, с кем вы можете уже просто разговаривать о продукте, и он уже готовый к подписке. Вот представьте, вы сидите себе и ждете, когда зайдет тот самый человек, который уже спросит, слушай, я всю жизнь мечтала и о Вивасане, и о том, как с тобой общаться, вот просто расскажи, и вот уже в кошельке деньги, и вот уже я готов пользоваться и получать результаты, быть здоровым, красивым и приглашать других людей. Если это самому делать, да, тут много-много работы, а вот представьте, есть Вася, Петя, Катя, например, которые делают эту работу за нас. Итак, стоит толпа, очередь, эта очередь сначала попадает к Васе, Вася уже фильтрует, да, следующая очередь, следующая очередь, оставшаяся, попадают к Пете, Петя поговорил с кем-то, кто-то говорит, ну нет, это мне не надо, уходит, осталось там из ста человек, предположим, 70, из 70 они попадают к Кате, я хорошие цифры называю, эти 70, тоже 40 человек сказали, ну, наверное, это не совсем то, или я подожду, или я вам перезвоню, или я буду следить за вас. И вот осталось 30 человек, которые уже просто говорят, да, мы очень хотели бы, но вот у кого-то есть время сейчас, у кого-то попозже. Это Катя записывает на определенное время, и тот, кто может сейчас, приглашает к вам. И вот заходит человек, который мечтает о Вивасании и хочет с вами познакомиться, а дальше Катя подает список, расписание, когда еще придут другие люди, те, которые вот сию секунду не смогли. И вот у нас идет такая работа. Это я вам про работы мечтаю, у меня прям такая картинка нарисовалась, мне она, ой, как всем нам хочется, чтобы она получилась. Хорошо, дорогие мои, это я вам просто напоследок, да, картинка здоровья, красивых улиц, чистого неба и вообще чистого-чистого воздуха. Сейчас всем нужно просто затаиться и постараться быть здоровыми и никому еще не разнести ничего. И, конечно, нарисуйте себе картинку абсолютно счастливой жизни и счастливого будущего Вивасан. И я думаю, что наша эта платформа будет нам в помощь. Всем здоровья абсолютного. Пишите, спрашивайте. Диана, свяжитесь в Вивастарс, пожалуйста, с нами для того, чтобы правильно сделать. Игорь, вопрос от Дианы, потому что она подписалась, а потом, видимо, поменяла спонсора, и я ее не вижу сейчас в структуре. Что ей нужно? Ей пока нужно написать 8380, да? Пока еще у нас не все. Да, пока надо написать 8380, связаться со своим спонсором, узнать, есть ли у него кабинет, за сам ее спонсор зарегистрировался. И если зарегистрировался, подключаться под него. Здесь, правда, может быть такая ситуация, это надо, конечно, будет проверить. Так как вы переподключитесь как бы в новый кабинет, вам придется, скорее всего, подключить заново все уроки. А если подключить заново все уроки, то, скорее всего, придется их повторно пройти. Но здесь... Я думаю, Игорь, пока нужно все оставить как есть, Ну да, да, да. Мы с спонсорами не проведем вот такую серьезную... Да, да, да. Вот, наверное, больше не отвечать. Это наше светлое будущее. Да. Все, коллеги, значит, запись есть, и я ее выложу в тренинг-центр, но, скорее всего, только завтра, потому что нужно обработать. Всем спасибо. Всем спасибо. Спасибо, Игорь, спасибо, участники. Пошел проводить дезинфекцию организма, бороться с лапочкой. Да, пошли все мыть руки. Спасибо. 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 Спасибо.